Молитвы, мантры, всевозможные такие слова, они работают. Работают ли аффирмации? Аффирмации не работают, потому что многие аффирмации, они нацелены на то, чтобы человек произносил, как будто с ним это уже произошло. Дело в том, что человек произносит, я умен, я красив, я богат, я здоров. А это является обманом, потому что его сознание слышит это, и подсознание, скорее всего, тоже это воспринимает именно так. Когда человек говорит, я умен, я богат, я красив, я здоров, то его подсознание или его сознание, оно одновременно думает, ты же не прав, потому что ты не богат, потому что ты должен. Ты не красив, потому что сам себе не нравишься. Ты не умен, потому что не смог выучить нормально школьную программу и закончил школу на тройке, в училище плохо учился. И ты не здоров, потому что у тебя болит попа или гипертония или еще что-либо. Таким образом, произнося, я умен, я богат, я красив, я здоров, подсознание воспринимает это как ложь, брехня. Более правильно, ну а как бог воспринимает? Ну если человек говорит, я умен, тогда он не поумнеет, потому что высшие силы смотрят на него и говорят, ну раз ты умен, значит ума тебе не нужна. Я богат. Ну раз ты богат, зачем тебе еще богатство? То есть это, скорее всего, работает как спокойствие. И скорее всего, такие аффирмации будут действовать, но влиять они будут вот таким образом. Когда вы говорите, я богат, я богат, я богат, я богат, то богатства не будет. Но вы успокоитесь, потому что человек, который внушает себе в том, что он богат, он, наверное, хочет богатства. Ну и когда это богатство, когда человек внушил, я богат, я богат, я богат, то его это отпустит. То есть что будет происходить? Будет отпускать человека коммуникация, мотивация, вернее. То есть до этого он, я хочу быть богатым, я хочу быть богатым, я хочу быть богатым. Я богат, я богат, я богат, я богат. Отлично, все, я уже богат, мне уже ничего не нужно. Люди, которые очень долго занимаются аффирмациями, в дальнейшем сталкиваются с проблемами, какими потеря желания, если много раз говорить, я богат, то не захочешь быть богатым, успокоишься. Если много раз говорить красив, то безразлично будет твой внешний вид, когда будешь смотреть на себя и не захочешь одеваться. Когда человек произносит, я здоров, то больше не будет человека беспокоить вопросы здоровья. То есть даже болеть будет, но думать об этом не захочется. Поэтому болезнь аффирмациями опасна.